После воссоединения Крыма с Россией одной из приоритетных задач, поставленных правительством Российской Федерации, была скорейшая модернизация инфраструктурной сети полуострова. Единственной альтернативой строящемуся мосту через Керченский пролив служит аэропорт Симферополь. Но, несмотря на модернизацию и увеличение пропускной способности в 2-3 раза, воздушные ворота не справляются с пассажиропотоком, особенно в пик курортного сезона. В октябре 2014 года председатель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев распорядился внести в перечень аэродромов совместного базирования страны изменения о базировании на аэродроме Бельбек, воздушных судов государственного унитарного предприятия, аэропорт Севастополь. За два года Сергей Минял раздавал обещания по запуску Бельбека неоднократно. Добиться поставленной задачи не удалось. Аэропорт не получил гражданский статус и не начал принимать рейсы. Со сложившейся ситуацией решил лично ознакомиться временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников. Он напомнил, что согласно федеральной целевой программе на развитие воздушной гавани Севастополя заложено 1 миллиард 700 миллионов рублей. Всего же на создание полноценного гражданского сектора требуется около 6 миллиардов. По информации Дмитрия Овсянникова, аэропорт находится в стадии проектирования. Первый этап проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтам воздушного транспорта «Ленаэропроект» сдан. В этой ситуации оценивая общий объем инвестиций порядка 6 миллиардов рублей, 1,7 миллиарда это из федерального бюджета, порядка 1,8 миллиардов на развитие взлетно-посадочной полосы, она в более лучшем состоянии, чем в Симферополе. Порядка 3 миллиардов рублей это строительство вокзального комплекса. И все примеры в России показывают, что это интересные проекты для именно частного инвестора. Порядка 300 миллионов это навигационное оборудование, которое также по линии госкорпорации обеспечения организации воздушного движения заложено в федеральном бюджете. Дмитрий Овсянников пояснил, что реальная ситуация с инвесторами несколько отличается от той, которую ранее декламировало правительство Севастополя. Я думаю, что реальных инвесторов из этих 5-6, которых вы говорите, их нет. То есть из тех, которые были представлены, это не инвесторы, это всего лишь намерение. Те инвесторы, с которыми я сам готов вести переговоры, некоторых я знаю, они в этот список не входят. Но они взяли в управление крупнейшие аэропорты в России. Если говорить об этих инвесторах, через некоторое время я результаты переговоров, конечно же, разучу. Симферополь выступал прежде всего как инвестор, который должен был предложить свою концепцию. Предполагалось, что это будет филиал аэропорта Симферополь. Но Симферопольным аэропортом не было предложено никакого инвестиционного проекта. Не было представлено планов развития, развития инфраструктуры, источников средств. Мы не возражаем против этой концепции. Директор государственного унитарного предприятия аэропорт Севастополь, заслуженный летчик России, пилот первого класса Вадим Валерьевич Базыкин искренне обрадовался грядущим переменам. Прояснилась позиция правительства города Севастополь. То, что аэропорт нужен городу. Ну и как субъекту федерального значения, естественно, жителям города. Меня это очень порадовало. В течение двух лет позиция была не ясна, правильно? Да, не сказав другое. Понимаете, в течение двух лет мы не понимали, что происходит. На завещаниях заявляется одно, в прессе тоже позитивное, но мы устали от этого негатива. Ну, руки не опускали, но ситуация была очень сложной. И, к сожалению, естественно, это привело к тому, что вожжи определения стратегии мы сейчас потеряли. То есть сейчас необходим только губернатор, наверное, сможет повлиять на это. По словам Дмитрия Овсяникова, проектирование гражданского сектора аэропорта Бельбек завершится до конца этого года, а на строительство объекта уйдет 2-3. Пропускная способность составит 2,5 миллиона человек. С вводом второй взлетно-посадочной площадки есть уверенность, что пассажиропоток в Крым можно нарастить до 8 миллионов человек. Считает временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя. Он станет таким хабом для южного берега Крыма, для западной части, для города Севастополь. И наблюдая интерес субъектов Российской Федерации, которые готовы организовать прямое авиасообщение, вот недавно мэр города Якутск был, невозможно все сделать в Симферополь. Возможно разгрузить его и сделать прямые рейсы в город Севастополь. Не все поедут в новому строящемуся мосту. Регионы, которые находятся на значительном расстоянии, они заинтересованы вести прямые рейсы на Крымский полуостров. Первые решения будут приняты в ближайшее время. 31 августа пройдет совещание у заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Казака. Ксения Багинская, Виталий Козловский, СЕВН Форумбюро.